Вы видите слайд. Зачитывать не буду, я думаю, читать умеем. Слайда у меня будет всего три, ну, четыре. На трех только будет информация. О чем же суть? Хорошо, раскрыл ее Питер Друкер. И сегодня я буду говорить только о фундаментальных каких-то вещах. Не буду пытаться угадывать, как же все дело повернется или искать, в чем проблема. На самом деле, проблема в основном только потому, что мы не убегаем вперед за инструментами и не следуем каким-то фундаментальным. Так вот, один из таких вопросов – это как раз вопрос деятельности любого проекта. То есть давайте пройдемся по порядку. Мы вообще говорим про клиентности, откуда же вообще в этой цепочке появляются результаты деятельности компании. Так вот, любой проект, он появляется изначально потому, что есть проблема. Неважно, это бизнес-проект, некоммерческий проект. У людей есть проблема, появляется бизнес, ну, или какой-то проект, который эту проблему готов решить. Соответственно, если проект не решает проблемы людей, то этому проекту и не место на рынке. Вот. И, как говорил, если не ошибаюсь, там, Генри Форд, по-моему, зарплату платит не работодатель, зарплату платит клиент. Так вот, реальные результаты любого бизнеса, они находятся вне этой компании. Что это значит? Это значит то, что, например, результаты деятельности больницы – это выздоровший пациент, там, результаты деятельности какой-нибудь там центра дополнительного образования – это человек, получивший новую квалификацию, какую-то новую профессию. Поэтому зацикливаться на прибыли, как результате деятельности компании, не совсем верно, потому что прибыль – это только такой финансовый ограничитель, который позволяет вам или заниматься решением проблем людей, или не заниматься решением проблем людей. Вот. Поэтому важно думать именно об удовлетворенных клиентах. То есть сейчас даже такой входит в обиход подход к определению стратегии маркетинга – это Jobs to be Done. Возможно, кто-то слышал, возможно, кто-то по нему уже работает. Я уверен, что нового сегодня я вам расскажу мало, но я верю искренне в то, что всегда нужно возвращаться назад, нужно вспоминать, зачем мы выбрали ту же стратегию Jobs to be Done, почему именно этот инструмент. Отвечая на вот эти базовые вопросы, мы остаемся рядом с клиентом, мы не забываем о его проблеме, мы не забываем о том, зачем же мы вообще существуем. Вот. Соответственно, этот подход тоже рассказывать можно долго, если останется время в вопросах, отвечу. Если нет, можно прочитать в интернете. Отлично. Что важно понимать? То есть мы заложили с вами, мы предположим, мы уже заложили вот эти ценности клиента. Ну, мы предполагаем, что вообще наш бизнес появился из-за того, что у клиента есть какая-то проблема. Решение этой проблемы – это ценность для клиента. Соответственно, ценность клиента мы перекладываем в миссию нашей компании. То есть она становится нашей задачей, вообще смыслом, условным существования. То есть, повторюсь, финансы для бизнеса, деньги для собственника – это не… Ну, понятно, что это, конечно, для предпринимателя смысл заниматься бизнесом, да, но на самом деле многие предприниматели со мной согласятся, сказав то, что они выбрали свое направление просто потому, что, ну, во-первых, это такие люди, которые умеют предпринимать и умеют решать проблемы. Ну, и, во-вторых, им нравится эти проблемы решать. А прибыль – ну, это приятное такое средство, которое помогает эти проблемы решать еще более эффективно. Вот, поэтому мы проработали с вами стратегию, заложили то, что клиентаориентированность и его проблемы, проблемы клиента – это наш смысл. Вот, но есть здесь подводный камень. Многие компании могут сказать то, что сервис, у нас есть сервис, мы транслируем этот сервис на всех наших сотрудников. Но основная проблема в чем? В том, что на местах в действительности тот сервис, который вы думаете, что у вас есть, совсем не такой. То есть что с этим нужно делать? Во-первых, нужно слушать своих клиентов и слушать внимательно, что они говорят. Об этом написаны целые книги. Порекомендую, например, там, Анатомию Сарафанова маркетинга. Эммануэль Розен, по-моему, написал. Очень крутая книга. Там очень хорошо рассказывается о том, как слушать клиента и как управлять тем, что он говорит. Вот. Послушали клиента. А что делать, если клиенты говорят, что на самом деле наши сотрудники плохо работают на местах, не выполняют те самые правила, которые мы для них написали? И здесь очень важно, чтобы, опять же, возвращаемся к самому началу, к каким-то фундаментальным основам. Когда мы с вами определили, что мы решаем чьи-то проблемы, и мы закрепили у себя в голове, что наша ценность – это решение, закрытие проблемы клиента, мы должны от этого и отталкиваться. Мы заложили это в миссию. Но это мы с вами, это мы, как предприниматели, руководители, возможно, понимаем эту миссию. Но когда мы на местах сотрудникам, своим продавцам, менеджерам говорим о том, что спускаем только конкретные инструкции без донесения и разъяснения миссии, будьте уверены, что каждый человек по-своему будет интерпретировать эту миссию. То есть, если вы ее донесли, например, в «Цифрограде» миссия звучит «Искренний сервис, забота о людях». Вроде бы все довольно понятно, прямолинейно, но на самом деле у каждого человека свои представления о бизнесе. У каждого человека свои понимания о том, что такое искренность, что такое сервис, что такое забота, и кто такие вообще люди. Тоже, возможно, сейчас времена такие, что и по этому вопросу людей могут быть разные точки зрения. Поэтому никогда не забывайте транслировать вашу миссию с самого верха, начиная с генерального директора, собственника компании. Если собственник компании, если руководители не разделяют миссию компании, то что уж надеяться на то, что на земле, там, где работают люди, там, где непосредственно ваша компания касается клиента, что там также ваши сотрудники будут следовать этой миссии. Скорее всего, они, если и будут даже ее понимать, ее не будут разделять. Поэтому тем, кто ругает в первую очередь менеджеров, которые не следуют скриптам, могу тоже подсказать, что можно попробовать не ругать менеджеров. Я верю в то, что ошибки менеджера и его нелояльность к компании, то есть когда ваш сотрудник нелоялен к вам, это проблема не сотрудника, это проблема компании. И там просто два варианта. Либо компания просто выбрала не того человека, и это не проблема человека, просто он не подходит к этой компании. Это нормально. Либо вторая проблема – компании нужно что-то сделать, чтобы этот человек стал лоялен. То есть если она хочет и считает, что это нужный человек, но почему-то он не сильно удовлетворен работой в компании, нужно сделать так, чтобы он был удовлетворен. Поэтому вот эти базы, фундаменты, они так и работают. Невозможно транслировать искренний сервис клиентам, если у вас не удовлетворены сотрудники, если не будет искренне улыбаться и вставать из-за ресепшена ваш менеджер по продажам, если он недоволен своей зарплатой, недоволен своим непосредственным руководителем, не знаю, у него плохой ремонт в комнате отдыха, у него не хватает условий каких-то на работе, его не слушают. Но и ожидать, что он будет предан миссии компании, что будет транслировать искренний сервис дальше, 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 ну, вряд ли стоит рассчитывать. Поэтому прежде чем кого-то ругать, давайте послушаем клиентов, давайте подумаем о том, как же мы можем что-то исправить. И вот подбираясь снова, возвращаясь там в второй слайд, я обещал их всего будет три, так что скоро последний текст, но не последние слова. Да, часто компании, когда строят свою стратегию маркетинга, и маркетинг сегодня, я буду очень часто говорить это слово, потому что оно непосредственно связано и с миссией компании, и с клиента ориентированностью. Вот, и вообще, ну, ладно, да, это тема отдельного, наверное, мастер-класса про то, что такое маркетинг. Тем не менее, часто компании ошибаются на том этапе, когда выбирают, прошу прощения, выбирают миссией не ценность клиента, не то, что он хочет купить, какую проблему хочет решить, как мы ему можем с этим помочь, а свой товар, и отталкиваются от каких-то уникальных характеристик товара, а не от потребности клиента. То есть, когда, ну, банальный пример, да, у вас, допустим, лендинг, вы продаете какой-нибудь, ну, у вас один товар, не знаю, ну, что угодно выберем. Ну, давайте лопату, пусть это будет лопата, не знаю, бананы, неважно, ну, лопата, первое, что пришло в голову, хорошо, продаем чудо-лопату. И можно, как в телерекламе, помните, раньше были такие 30-секундные или даже минутные заставки, рассказывать про то, какая чудесная это чудо-лопата, там, скорость оборота, не знаю, самой лопаты, ручка там из каких-нибудь суперабсорбирующих материалов, черенок формы анатомической. И это как раз не самый верный подход, потому что, продавая лопату, мы отталкиваемся не от свойств, характеристик лопаты, а от того, зачем вообще человеку эта лопата нужна. И все вот эти ручки с абсорбирующими покрытиями и черенки анатомической формы, они как раз объясняют потребность клиента. Они появились, потому что клиенту нужно было именно это. Именно эти свойства. И когда мы продаем лопату, нам нужно говорить о том, что ручка удобная, что у вас не будет мозолей, что черенок анатомической формы, вам не придется сильно наклоняться, там не будет боли в спине. То есть отталкиваетесь от проблемы, ну помимо того, что лопата в первую очередь нужна не для того, чтобы не было мозолей, не для того, чтобы спина не болела, а для того, чтобы скорее всего скопать огород, не знаю, отрыть яму или сделать какую-то еще работу с землей или с песком, не знаю, с чем-то таким. Это основные функции. То, да, есть еще какие-то уникальные вещи. Поэтому задавайтесь вопросом чаще, что хочет купить потребитель. Возвращаемся к стратегии Jobs to be done. Она на русский переводится условно, ну, работа, которая должна быть сделана. То есть потребитель нанимает вас как компанию, неважно, ваш товар, ваш продукт, услугу для того, чтобы закрыть свою потребность. Он ее сам не может сделать, не знаю, такси, человеку нужно доехать до аэропорта. Он может, ну, если мы там, не знаю, были бы где-нибудь в Москве, сесть на такси, он может сесть на электричку, он может воспользоваться, как они там, я уже забыл, так давно не летал, что забыл, как это называется, аэроэроэкспресс, по-моему. Вот, возможно, есть еще какие-то варианты добраться до аэропорта. Вот, и человек по своим потребностям выбирает, нанимает кого-то на работу, на ту работу, которую он сам по некоторым причинам не хочет или не может сделать. Вот, поэтому чаще задаемся этим вопросом. Клиентский опыт. Ну, давайте, наверное, все-таки, да, я должен этот слайд показать. Стратегия маркетинга миссии компании. И в это тоже я хочу и верю искренне, потому что без этого, и тут, наверное, придется все-таки сказать, что я имею в виду под маркетингом, чтобы мы правильно друг друга понимали. Маркетинг – это комплекс мероприятий, направленный на сбыт товаров и услуг компании с целью получения прибыли. То есть этот комплекс в себя включает, там, и ценообразование, и, не знаю, и закладывание всех стратегий рекламных, там, позиционирование, и управление точками продаж, то есть брендинг, там, и мерчендайзинг, не знаю, листинг, все, что хочешь. И в том числе управление аудиториями, выбор аудиторий. Вот. И миссия компании, она должна быть неразрывно связана со стратегией. Скорее, даже миссия компании появляется из стратегии маркетинга. И все дальнейшие инструменты, которые вы выбираете, все рекламные каналы, они должны следовать вот этой стратегии. Рассказать там о каких-то супертрендах, которые там помогут увеличить продажи в клиентском сервисе? Наверное, нет, потому что это все должно исходить из стратегии. Для каждой компании есть своя целевая аудитория, для каждой миссии есть своя целевая аудитория, для каждой целевой аудитории есть свой канал, свой источник, свой посыл, свое рекламное сообщение, с помощью которого с этой аудиторией нужно контактировать. Поэтому каких-то универсальных примеров нет. Универсально это то, что вот я говорю о базе, о фундаменте, о котором мы сейчас говорили. Вот. К чему приводит вообще частенько низкая, скажем так, сконцентрированность, низкий фокус или вообще отсутствие фокуса на удовлетворенности клиентов. А удовлетворенность – это непосредственно удовлетворение потребностей. Здесь, я думаю, понятно. Соответственно, низкий фокус на клиентской проблеме приводит к низкому уровню удовлетворенности. То есть удовлетворенность от взаимодействия с вашим продуктом, товаром и услугой, если он вообще случился. Соответственно, низкая удовлетворенность – это низкая лояльность. Лояльность – это условно, как часто он потом к нам будет приходить, будет ли он нас рекомендовать. Если останется время, обязательно задайте вопрос, если вдруг другие не будет. Спросите про… могу рассказать про то, как влияют вот эти показатели лояльности и удовлетворенности на прибыль. Причем прям четко и точно, без какой-то магии, на самом деле, очень сильные и это очень значимые опережающие финансовые показатели. Но давайте время, если останется лучше, тогда расскажу. Низкий фокус на клиентах. Получаем низкий уровень удовлетворенности. Следом идет низкий уровень лояльности клиентов. Это значит, что у нас увеличивается текучка клиентов. Это значит, что мы увеличиваем затраты, увеличивается маркетинговый бюджет. Это значит, что происходит стагнация акционерного капитала. То есть у нас доля чистой прибыли уменьшается, потому что нет рекомендаций, нет возвратов. Нам нужно постоянно вкладывать деньги, чтобы пополнять базу. И происходит давление на команду маркетинга, не знаю, на рекламную, на подрядчика. Там выбираются какие-то краткосрочные стратегии, которые, да, может быть краткосрочно. Ну, условно, скидки. Что у нас в первую очередь, когда все плохо с продажами? Надо сделать скидку повыше, чтобы продажи-то поднять. Но на самом деле, когда у нас и так стала падать маржа, из-за того, что у нас растут расходы, у нас и делать еще скидки. Ну, скидки – это самоубийство для бизнеса. Вот. Не люблю скидки, честно. Поэтому будут выбираться краткосрочные стратегии. Они будут давать какой-то, ну, возможно, заметный прирост по оборотам. Может быть, даже по прибыли. Но это будет краткосрочный всплеск, который дожжет оставшуюся лояльную аудиторию, возможно, сделает их тоже не сильно удовлетворенной. Вот. И дальше у нас акционерный капитал будет только дальше-дальше-дальше падать, если мы не начнем что-то с этим делать. Вот. Для чего еще нужны интересные, на самом деле, показатели такой, как еще можно использовать удовлетворенность, показатели вообще удовлетворенности, лояльности клиентов, когда мы говорим о клиентском сервисе, их еще нужно уметь правильно замерять, на самом деле. Это тоже тема отдельной книги целой. На эту тему, кстати, могу целую книгу посоветовать. Это Роджер Бест «Маркетинг от потребителя». Так и называется. Великолепная книга с огромным количеством расчетов, практики, чего только угодно. Именно про то, как построить маркетинг от потребителя. И вот, кстати, по-моему, из той книги вот эти показатели, они помогают вам мерить ваш уровень относительно рынка косвенно. Почему не финансовые? Потому что, когда вы меряете свой товарооборот и свою выручку, например, вы не понимаете, какое место вы занимаете на рынке. И вам может казаться, что вы растете внутри себя, то есть, да, у вас растут свой товарооборот и своя выручка, но рынок может оказаться, что он растет быстрее, а значит, что вы где-то недорабатываете. Если вы растете менее рынка, ну, он и так растет, значит, вы где-то упускаетесь. Скорее всего, вы теряете где-то деньги на удовлетворенности клиентов, потому что это, на самом деле, один из самых базовых принципов. Неважно, вы в B2C, вы в B2B, что бы вы ни продавали, какие услуги ни предлагали, даже в недвижимости, да, даже не даже. Может показаться, да, что квартиру покупают один раз или возьмем цифроград. Вот у нас очень ярко это выражена тенденция, потому что сотовый телефон, в лучшем случае, человек меняет раз в год мобильный, да. Соответственно, он оказывается у нас в среднем раз в год. Вот бывают клиенты, которые оказываются чаще, там, те, у кого есть дети или у кого есть семья, кто еще покупает для кого-то подарки или какие-то небольшие гаджеты, которые для нас лояльны. Но в среднем человек возвращается там раз в год. И что это значит? Это значит то, что через год, когда у него снова появится потребность, нам, как цифрограду, нужно что-то было сделать год назад, чтобы он до сих пор помнил о том, кто мы такие и захотел прийти именно к нам купить. Вот, поэтому, в принципе, это очень-очень немаловажный фактор. Вот, на этом этапе я чуть-чуть раньше начал. Я не знаю, может, мне подскажут из ведущих, у меня еще есть время поговорить, или мы можем переходить на вопросы. Вот, пока буду ждать эту информацию. Продолжу, наверное, какой-нибудь идеей. Какой? Даже сбился на этом этапе. Но давайте, буду ждать тогда, наверное, уже ваших вопросов. Пусть немножко больше времени останется на вопросы. Надеюсь, они все-таки появятся. Если нет, это грустно. Если не будет вопросов. Так, я вижу, Николай начинает подключаться. Так, Михаил, спасибо. Вопросы, на самом деле, есть. Вы так прекрасно, вдохновенно рассказывали о маркетинге. Первый вопрос от меня лично. Сколько вы уже занимаетесь изучением и внедрением маркетинговых идей, ну, не обязательно в цифрограде, вообще в вашей жизни? Я начал заниматься этим с 2011 года. Еще на заре, когда социальные сети только появлялись и только таргеты, контексты становились популярны, начал с диджиталу, потом начал получать фундаментальные как раз знания о том, как это вообще работает. И вот он, я тут. Давайте попробуем, может быть, развеять распространенное мнение, какой-то стереотип. Вы получали профессиональное образование в сфере маркетинга или нет? Я не знаю, это будет стереотипом или нет. Нет, я не получал ни профессионального, ни дополнительного образования в сфере маркетинга. Вот, таких много. Вот, но на самом деле практика, как бы я знаю много людей, которые получили образование, и им не хватает практики. Поэтому на самом деле здесь нужно искать какой-то баланс. Я думаю, нет идеального варианта. Когда я понял, что мне не хватает фундаментальных знаний, я не пошел в университет, но я открыл книги и начал читать книги базовые-базовые и по менеджменту, и по маркетингу. Кстати, да, вот можно слайд последний. Если меня кто-то захочет найти лично в любых социальных сетях, пожалуйста, Михаил Бойко, пишите. Всегда отвечу на вопрос. Там даже есть мой личный номер телефона. Можно звонить, писать. Всегда помогаю. Вот. А здесь ссылочка на наш магазин. Вперед. Михаил, вы просто своим спичем, вот этим, который сейчас длится в последнюю минуту, закрыли два вопроса, появившиеся в чате за последнюю же минуту. Просили люди оставить ваши контакты. Вы говорите, оба. Ссылочка, QR-код, вот, пожалуйста. И про книги, которые вы говорили, просят напомнить авторов. Но можно, я думаю, и названием обойтись. Да, я напомню. Первая книга, по-моему, которую рекомендовал, это «Анатомия сарафанова маркетинга» и «Мануил Розен». Давайте, я, может, в чат буду писать. Давайте. Я думаю, что Розен, скажу вам спасибо. «Анатомия сарафанова маркетинга». Возможно, я фамилию или имя неправильно напишу, но книгу вы точно найдете. Это первая. Вторая – это маркетинг от потребителя Роджер Бест. И я еще упоминал Питера Друкера. Это дедушка, отец-основатель вообще менеджмента. И на самом деле он доложил базу маркетинга. То, что он писал про менеджмент, на самом деле, это то, как работает маркетинг. Поэтому первое, с чего у него начать, это энциклопедия менеджмента. Там сборник его или менеджмента, или менеджмента, что-то такое. Вот там написана она, по-моему, лет 60 назад. И когда ее читаешь, удивляешься. 60 лет назад человек написал такие великолепные вещи. Почему все не следуют им? Если бы все им следовали, идеально у всех бы бизнес-брос, развивался. И было бы гораздо интереснее жить. Еще одно маленькое уточнение. QR-код, который вы сейчас на экран выявили в вашей презентации, это? Это именно наш интернет-магазин. Там я видел, где-то в чате появлялось предложение. А мои контакты Михаил Бойко, я думаю, получится найти во ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке. Не знаю, где еще люди ищут. Хоть в Скайпе. Поэтому без проблем пишите. Почту там тоже электронную можно найти. Не знаю, хотите. Что, ну, если можно, я могу в чате написать свой личный контакт, если это норм. Почему нет? Я думаю, что в СССР большая дружная семья. Да, я очень люблю помогать честно предпринимателям. Я начал вообще с того, что в 2011 году оказался на стажировке в бизнес-инкубаторе. И узнал там, ну, вообще о том, что такое маркетинг и как развиваются проекты. В Москве там посмотрел. Круто. И с тех пор я действительно очень люблю помогать бизнесу, особенно нашему локальному. Вот. Здесь мой номер телефона. И, по-моему, я правильно написал ссылку на ВК. Вот, вперед. Ну, единственное, лучше сначала написать, чем позвонить. Не всегда могу сразу ответить. Ну, это 2021 год. Этика общения тоже выносит коррективы. Теперь непосредственно к вопросу. Михаил, на примере ваших трех фундаментальных слайдов при презентации. Сегодня вы самый лаконичный спикер в плане презентации. Расскажите на примере из Цифрограда, как фактически работают эти принципы, о которых вы говорили. Да, презентацию специально делал короткую. Последний выступаю. Как работают принципы? Есть хороший пример. У нас довольно большая розничная сеть. Один из магазинов в небольшом селе. Я не знаю, там население, наверное, тысяч 20, наверное, даже меньше. Солдат Александровск в Ставропольском крае. И там есть два менеджера, две девушки, которые довольно давно работают. И, в общем, в этом селе вообще не стоит вопрос о том, ну, нужно ли ехать в Ставрополь, чтобы что-то купить. То есть этих девочек настолько хорошо знают. И знают, во-первых, не только как друга, но еще и как эксперта, который может действительно качественно. То есть как друга он предложит наилучшее решение, а как эксперт он предложит наилучшее, скажем так, техническое решение. То есть, ну, говоря простым языком, не впарит то, что нужно сейчас продать, да, за что хорошая там мотивация. А предложит наилучшее решение проблемы. Поэтому к ним идут. Поэтому мы там открыли второй сейчас магазин. Поэтому менеджеры обновили машину. То есть реально там парковка перед магазином наполовину занята машинами менеджеров. Потому что в небольшом селе у них есть возможность. Они получают там по 50 тысяч рублей для села, там для того. Это очень хорошая зарплата, как бы. Очень, ну, примерно вот так могу охарактеризовать тот именно наш искренний сервис, который мы пытаемся транслировать на наших сотрудников, которые транслируют нашим клиентам. У нас сегодня в зрителях представители особенно, не особенно, а очень разных направлений бизнеса. Правда ли, что все эти фундаментальные принципы можно применять для любого абсолютно вида деятельности предпринимательской? В каком-то смысле да. То есть я там где-то в моменте упоминал, что, конечно, для каждого бизнеса, ну, есть свои инструменты. Потому что есть своя аудитория и своя проблема. Все мы немножко уникальны, да. Там, говоря простым языком, если ваш бизнес не уникален, ну, вам, наверное, будет немножко тяжело существовать на рынке. Поэтому то, что я говорил, я старался рассказать что-то очень фундаментальное, о чем вы просто должны снова задуматься. Наверняка вы об этом когда-то думали, возможно, забыли. Снова задумайтесь, вспомните, зачем вы пришли на рынок, и, возможно, вы что-то сейчас перестроите в своей работе. Вы найдете как раз, может быть, ту самую проблему, в которую вы уперлись и никак не могли понять, где же она. Может быть, она как раз вот в недостаточном внимании по отношению к клиентам. Есть еще один вопрос. Просит объяснить, как связаны показатели удовлетворенности клиента и финансовые результаты компании. Но мне кажется, тот пример, который вы озвучили про магазин в небольшом селе с населением 20 тысяч людей, очень явно это все показал. Но если есть более подробный какой-то кейс, мы просто послушаем. Да, тут даже не кейс, тут скорее не часто вот с проектами, когда приходят или новые проекты, там разный опыт был, люди, ну, немножко, ну, как мы привыкли мерять эффективность бизнеса? Это товарооборот, валовая прибыль. Ну, и там уже потом какая-нибудь EBITDA, да, там, ну, не знаю, кто EBITDA не считает, условно чистая прибыль. Кто-то из кассы деньги берет, не делайте так, нехорошо. Тем не менее, на самом деле, это не единственные показатели оценки. Я упоминал, что есть, если вот финансовые показатели – это запаздывающие, то есть мы узнаем, мы только в конце месяца делаем отчет о том, сколько мы заработали, да, и мы не можем в начале месяца узнать, сколько мы заработаем денег. Мы можем план, конечно, составить, и кто-то умеет очень точно планировать как раз те люди, которые используют в том числе и опережающие показатели. А как раз это показатели удовлетворенности. Как же они связаны с финансовыми? Я эту тему тоже затрагивал. Самая прямая связь в том, что когда у вас падает уровень удовлетворенности клиентов и лояльности, это значит, что они к вам меньше возвращаются. Это значит, что вам приходится тратить больше денег на получение нового клиента. То есть новый клиент, он всегда дороже для компании, чем старый. Потому что, ну, по статистике, практически для всех видов бизнеса привлечь нового клиента дороже, чем удержать старого. Поэтому, если старые постоянно уходят, нам приходится увеличивать бюджет маркетинга, чтобы пополнять нашу базу, увеличиваем бюджет, у нас падает чистая прибыль. Потому что доля расходов на маркетинг увеличивается, товарооборот остается такой же. Соответственно, вот и падают финансовые показатели. Есть даже более жесткие формулы. Наверное, нужно было их вынести на слайд. Ну, вот я как-то, да, ну, не подумал, может, что вопрос такой будет. Но в одной из книг, по-моему, Роджер Бест, маркетинг-опотребителя, там есть прямо формулы, как это все можно посчитать, рассчитать. И показано в примерах на крупных компаниях, как это все работает. Вот, отлично. У нас есть Денис, который, видимо, умеет на АР или на Пайтоне где-нибудь в Пантаз высчитывать коэффициент корреляции, уровень NPC. NPC это тоже, ну, все меряют его, опять же, по-разному. Вот, с валовой маржей, отлично. О чем написал Денис в чате, интересно. Ну, я на загляденье люблю, когда у нас в Ставрополь или где-нибудь в СКФО находятся люди, которые дружат с аналитикой, я с ней очень люблю дружить, потому что единственный способ делать какие-то выводы, в том числе о том, удовлетворенный клиент или нет, это считать цифры. Просто спросить у кого-нибудь и сделать на основании этого вывода, когда у нас, например, больше 100 магазинов, и там больше, там, сколько, наверное, 2000 посетителей в день, больше, да. Послушать одного-двух, наверное, не очень эффективно в тот момент, когда можно было послушать всех, например, через программу лояльности или еще какими-нибудь, и потом наложить на валовую прибыль, наложить на их частоту покупок и посмотреть, как эти показатели связаны. Да, отлично.